Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Каковы последние действия в отношении вашей организации и прокурорских работников? Вот буквально сегодня я был в опорном пункте полиции, как ни странно, на Лучниковом переулке, дом 4, где голосу были вручены требования о предоставлении документов. В этих требованиях указывается, что проводится комплексная проверка налоговой инспекции, прокуратуры, МВД, налоговой инспекции и перечень документов, которые мы должны им представить. Соответственно, не указано никаких сроков, в разумный, видимо, какой-то срок. Мы должны успеть им это все предоставить, откопировать достаточно большое количество документов и ждать, видимо, какого-то ответа. Сейчас у меня нет, к сожалению, ответа на вопрос, что же будет дальше, потому что это самый главный вопрос, который есть у некоммерческих организаций. Мы ничего не скрываем. Все наши мероприятия, все наши документы открыты. Мы ежегодно сдаем отчетности в Министерстве юстиции и постоянно сдаем отчетности в налоговые органы. Так что большинство информации у них есть и так. Тем более в голосе, вот уже как год, с апреля прошлого года проводится налоговая проверка. И десятки коробок документации были переданы уже в налоговую инспекцию. Поэтому вот по такой вот новой информации, видимо, еще дополнительно будет проводиться проверка на соответствие закону, связанного с организациями, выполняющие функции иностранного агента. И я не знаю, чем это закончится. А в чем они вас подозревают, как вы поняли по вопросам сотрудников? Пока как таковых вопросов не было, мы получили лишь документальные требования. Я полагаю, что по большинству организаций, которые проверяют, крупных организаций, вопросов будет не так уж прям очень много. Их задача сейчас под определенную политическую волю, под определенный политический заказ, провести формально проверки. Тем более, как я уже сказал, большинство документов у них уже есть на руках. И по итогам этих проверок просто вынести вердикт, решение. И я очень опасаюсь, что как раз вот эти решения, они будут политически ангажированными. Потому что правозащитные организации, как мы уже многократно заявляли, не являются никакими там иностранными агентами, не представляют интересов никаких там иностранных государств. Это не политические организации. Они защищают интересы российских граждан, соблюдение российского законодательства российским же государством. Защищают права этих людей. И прежде всего это соответствует государственной политике России, а не политике там какого-то иностранного государства. Соблюдение конституции, соблюдение законов. И меня удивляет вот такая вот очень кривая трактовка вот этого законодательства. А почувствовали ли вы, что параллельно снимается фильм «Анатомия протеста 3»? Да, мы это почувствовали уже давно. Это наши коллеги уже заявили, потому что вместе с прокурорскими проверками, к ним стали, например, в мемориале, пришли и сотрудники телекомпании НТВ, и достаточно бесцеремонно и наглым образом, ворвавшись в офис, как это было в ноябре 2011 года, когда они пришли точно так же и в офис голоса, они стали бегать по офису, задавать провокационные вопросы и провоцировать сотрудников в целом ситуацию для какого-то скандального сюжета. И сейчас большинство таких ярких проверок, которые проходят в крупных организациях, сопровождаются как раз съемочными группами НТВ. И вот сегодня буквально, вроде бы смешная ситуация, я пришел в опорный пункт полиции, кабинет 3х3 метра. Я созванивался с этим участковым по телефону, мы договорились на какое-то конкретное время. Когда я зашел к нему в кабинет, он картинно передо мной сидел в форме, там, значит, все очень красиво выглядел. И рядом с ним на стуле сидел журналист с телекамерой, с светом в камере, и снимал сам процесс, как я подписывал документы, ознакомливался с получением этих копий. Вот, как он мне сказал о том, что вот вас, значит, прокуратура там начинает вот такие-то проверки. И я удивился, думаю, ну, очень странно, у меня не спросили ни доверенности от организации, не спросили вообще паспорта, кто получает эти документы. То есть, по сути, я так понимаю, что задача была просто под камеру, красиво, картинно заснять то, как мы получаем документы. И на выходе меня уже ждали всем известные скандальные журналисты, там, Петр Дроговоз и товарищ Иванов, который был во всех этих анатомиях протеста, тоже задействованы операторы. И они меня сопровождали до станции метро, до Турникетова буквально, задавая мне различные тоже провокационные вопросы, там, чтобы меня побудить на какие-то, возможно, там, заявления, либо какие-то яркие высказывания. Вот, ну, я вынужден был им такой возможности не предоставить. Да, вошло в историю, ваш ответ, что НТВ — это сурковская пропаганда. Тогда они отстали от вас? Ну, они от нас отстали, потому что, видимо, заказ был выполнен, было две передачи по НТВ про голос выпущены, так что, в принципе, они, думаю, что на большее и не рассчитывали, видимо, отработав какие-то уже задачи, переключились на другое. И затем у них же была анатомия протеста, и это уже следующие этапы. И сейчас у них задача снять новую анатомию уже про некоммерческие организации. Я знаю, что они давно уже ведут вот эту подсъемку, которая, я так думаю, что, возможно, будет пересекаться с какими-то и протестными мероприятиями, потому что вполне возможно у них есть четкая установка увязать деятельность некоммерческих организаций с протестными акциями, чтобы мотивировать ужесточение и законодательство о различных митингах, законодательство о некоммерческих организациях, то есть показать, что государство стоит на страже каких-нибудь непонятно кем нарушаемых прав. Вот эти некоммерческие организации и вот эти оголтелые гражданские активисты, они на иностранные деньги занимаются какой-то противоправной деятельностью. И вполне возможно, что как бы апофеозом всего этого будет, безусловно, и сюжет по НТВ, и параллельно, возможно, и заявление будет правоохранительных органов, в частности, генпрокуратуры, об окончании такой проверки и вот, к сожалению, о каких-то серьезных санкциях к некоммерческим организациям. Я знаю, что ваша ассоциация еще издает газету, вот к ней есть какие-нибудь претензии? Да, да, это тоже очень интересный случай, что я вот впервые, впервые мониторя все проверки, которые проходят, а проверки эти проходят, если вы слышали, да, там, я не знаю, там, по-моему, по всей стране, в каждом регионе прокуратура находит список организаций, которые необходимо проверить. И сегодня нам также вручили требования о предоставлении документов по нашей газете по средству массовой информации. Тоже это очень удивительно, потому что газета не является некоммерческой организацией, мы знаем и в тех документах, которые нам предоставлены, что проверка проходит комплексной в рамках соответствия законодательства о некоммерческих организациях и деятельности тех же НКО. Так что я, честно говоря, не понимаю, каким боком в данном случае здесь присутствует газета, но при этом такое требование нами получено, оно подписано соответствующим сотрудникам прокуратуры, и я это могу расценить следующим образом, что на голос как бы комплексно они пытаются подействовать. Ведь наша газета, она, выходя несколько раз в год, публикует различные статьи о выборах, то есть наши отчеты, и журналисты нашей газеты, они присутствуют со статусом представителя СМИ на избирательных участках. Соответственно, благодаря такому доступу на избирательные участки мы можем собирать информацию о выборах и давать соответствующие заключения, и делать соответствующие заявления. И это связано с совершенно банальными вещами, потому что с 2004 года в России запрещены общественные наблюдатели на федеральных выборах. То есть мы, к сожалению, не можем быть как общественная организация на выборах, поэтому вынуждены там находиться в статусе журналистов, потому что мы не можем от кандидатов быть наблюдателем. Поэтому вот такая вот извращенная у нас правовая ситуация.